Вы можете написать упражнение, чтобы шея не болела, начинается всё с плеч, торпецевидная мышца от неё или она болит. И хотел бы совместить этот комментарий с другим, да, про суставы. Про суставы, в частности, кистей, да, что можно порекомендовать там для профилактики суставов, от боли суставов и тому подобное. Вот вообще, тема одна из моих любимых в кавычках, да. И я на самом деле, раньше для меня было шоком, что... Ну, не то чтобы шоком, но удивлением, почему люди ко мне обращаются с вот такими вот проблемами, да, когда, казалось бы, есть специалисты, да, которые могут порекомендовать, да, назначить соответствующее лечение. Когда я сам с этой проблемой столкнулся, да, с болезнью конкретно, да, хондроз, шейный отдел, вот, трапециевидная, короче, мышца, я столкнулся с этим, пришёл к врачу и не к одному врачу, и не один раз. И там просто была жесть. И вопрос, да, что не так с нашими врачами в России, да, ну и, возможно, в каких-то других подобных России странах, да, дружественных странах. И начать хочу, конечно, с небольшой предыстории, да, как я лично с этой проблемой столкнулся, с болью в трапециевидной мышце, с болью в шее, с невозможностью крутить головой, при каких-то, да, что-то защемляет там и так далее. Когда я занимался ещё в тренажёрном зале, да, сейчас я занимаюсь в домашних условиях, когда в тренажёрном зале занимался, да, с максимальными для себя весами, периодически постоянно что-то защемляло. Особенно, когда делаешь какие-то тяги. Тарпециевидную мышцу нет-нет, а что-то там заклинит, да, и, блин, головой больно вертеть. Но приходил к врачу, прописывали какие-то препараты, говорили, да, это у вас хондроз, там, сделали снимок. У вас хондроз, он не лечится, всё там, теперь живите до конца с этим. И самая жесть произошла, когда я, вы же помните этот ролик, да, когда я там пытался в бокс уйти. Вот, оказалось, что в бокс для хондроза и для этих мышц это ещё хуже. Вот, и я ещё какой-то период попытался там смешанными единоборствами позаниматься. Меня хватило ровно на одну тренировку, на которой я встал в мост, да, в борцовский. И у меня так просто там щёлкнуло что-то. Я головой, не то что головой вертеть не мог, я лежать спать не мог. Я опять отправился, короче, к врачу. У меня врач на снимок, ой, да у вас хондроз. Короче, старая песня, у вас хондроз, и сидит, что-то пишет, 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 пишет. Со мной что-то периодически разговаривает и пишет, пишет. Я смотрю, он дофига там уже написал. Я говорю, а что вы пишете? Он говорит, ну я лечение пишу, типа препараты. Думаю, ни хрена себе, сколько там препаратов. Я говорю, ну вот это вот уже не первый раз, что я препараты пропью не поможет. Ну а что вы хотели там, у вас хондроз. Типа всё, короче, вы попали на всю оставшуюся жизнь. И тогда, как и в большинстве случаев, я начал разбираться в этом самостоятельно. Смотреть какие-то ролики на ютубе, да, читать литературу, информацию, какие-то форумы, что люди пишут, да. И большинство людей, действительно, практиков сходились на том, что хондроз сам по себе к болевым ощущениям не имеет никакого отношения. И вся проблема в мышцах. Триггерные точки там и всё остальное прочее. Короче, нужно работать с мышцами. Я решил попробовать, да, пошёл в зал. Там тренажёр такой есть для отведения ноги. Из этого тренажёра ручка такая торчит, как раз примерно на уровне, блин, трапеции. Я подсел под него и начал, короче, вот этой вот ручкой тренажёра тыкаться в трапециевидную мышцу, искать эти триггеры, да, о которых там мне рассказывали. С монитора, да, и с телефона. Когда этот триггер нашёл, я чуть не заплакал в реале. У меня глаза на слёзы, слёзы на глаза, они вернулись. Это было так больно. И я начал через силу его, просто через боль, через слёзы начал его разминать, этот триггер. И начал растягивать просто трапециевидную мышцу. Блин. И вот в тот момент я реально осознал, что этот хондроз, не хондроз, это всё второстепенно. Нужно просто проработать вот эти вот мышцы, да, разбить вот эти вот триггеры, растянуть хорошо трапециевидную мышцу. И все вот эти вот болевые ощущения ушли. Более того, если вы постоянно будете с этими триггерами работать и постоянно будете вот эту вот мышцу трапециевидную, да, в данном случае, как у меня, растягивать, да, и вот подписчики как раз про трапециевидную мышцу пишут. Просто вот взялись, да, там за какую-то ручку и прям оттягиваете, чувствуете трапецию, растягиваете её, проминаете. Я как-то массажёр рекламировал, да, мне его добрый друг подарил, с которым мы очень давно работали и в различных гаджетах, и умные весы. Я его рекламировал, рекламировал наушники, да. Он мне в один прекрасный момент подарил этот тренажёр, который вот этот, знаете, с пистолетом, он вот тут-тут-тут долбит, может быть ролик этот видели. Вот таким вот тренажёром, да, его тренажёром я очень хорошо прорабатывал вот эти вот триггеры. Можно какими-то обычными механическими, короче, нужно работать с мышцами. И для меня на самом деле, вот я как эту тему осознал, всё, периодически с ними работаешь, с этими триггерами что-то растягиваешь, боли нет. Я не знаю, теперь не в курсе, что у меня есть хондрос. Он теперь у меня только на снимке. Вот, если я там какую-нибудь жесть не выполню, типа опять там борцовского моста или что-то в этом роде, я думаю, ничего не побеспокоит. Либо тягу в наклоне с кривой техникой не возьму, там с большим весом. Я думаю, всё будет в порядке. Просто для меня непонятно, почему в этих вещах должен разбираться я. Почему у меня врач, ни один врач об этом не рассказал, что нужно работать с мышцами. А это оказывается очевидно. И на самом деле это проблема через одного. Я не хочу вспоминать другие случаи, как я там чуть от ангины не умер, когда мне врачи неправильное лечение назначили, ещё тупо. Когда я к нормальному врачу приехал, там чуть ли уже, блин, сознание не теряя, меня привезли, я уже ни есть, ни пить не мог. У меня там уже миндалины почти сошлись. Она там хаяла этих врачей, говорила, какие не идиоты. Сейчас там подождите три часа, и со своим всё будет в порядке. Положила меня под капельницу, там поставила какой-то гормон, дала какой-то препарат. И я вечером уже домой, блин, приехал сам на такси, и сидел, ел йогурт, смотрел во все тяжкие. Смотрели во все тяжкие? Если смотрели, ставьте лайк, хороший сериал. Просто вот элементарная ситуация. С детскими врачами я вообще молчу, да, какую-нибудь пургу там несут. И врачи такие все через одного. Я не понимаю, в чём проблема, и почему зачастую я врачам, обычный смертный, должен объяснять какие-то элементарные вещи. И почему они мне не говорят о тех вещах, которые могут реально мне помочь, о чём они должны знать. Поэтому, ребят, если у вас там какие-то проблемы с шеей, с трапецией, работайте с триггерными точками. Да, у вас в трапеции есть наверняка точки с уплотнением. Их нужно разбивать. Трапециевидную мышцу нужно растягивать, нужно постоянно самому тянуться, тянуть основные мышцы, да, чтобы этих проблем не возникало. И всё будет хорошо. Что касается суставов, вот я не специалист, я не могу сказать, от чего у вас. Да и специалист вам со слов не скажет, да, что у вас не так там с суставами. Это может быть от, я не знаю, там просто чрезмерной нагрузкой какого-то банального растяжения, до какой-то жести типа аутоиммунных заболеваний. Да, эта тема на самом деле сложная. Суставы, я вам сейчас скажу по практике, что после 35 лет, если вы занимаетесь суставы, ну даже не через одного, наверное, они болят практически у всех. Я ещё когда начинал там заниматься давно еще спортивными добавками, когда в зале работал, ну так, с рук продавал, я удивлялся, мужики, вот после 40 лет все, дай мне там глюкозамин хондроэтин с МСМ, дай мне там минимал флекс, дай мне то-то-то. Все, я думаю, блин, ты чё ж за жесть? Ну я смотрю, как они занимаются, вроде бы нормально занимаются. Это просто распространённая проблема. С возрастом, видимо, какие-то процессы происходят в организме, которые влияют на это, болячки потихоньку начинают проявляться. Мне в этом году 36 лет исполняется, и в принципе, вот года в 34, да, я начал более или менее стабильно как-то принимать спортивные добавки, которые предназначены именно для реабилитации суставов и связок. Поэтому если есть какие-то серьёзные проблемы с суставами и связками, можно сделать снимок, проконсультироваться с врачом, дай бог, чтобы вам попался нормальный. А вообще для профилактики глюкозамин, хондроэтин. Если есть боли, глюкозамин, хондроэтин с МСМ, да, метилсульфанилметаном. Я ссылки на те добавки, которые я сам беру в этом году, я брал своей маме, ей очень помогли. Я оставлю в описании. Поэтому попробуйте просто пропить курс. Может быть, это какая-то несерьёзная проблема, боль уйдёт. Если есть возможность сходить к врачу, сходите к врачу. Но если боль после добавок не уйдёт, конечно, сходите к врачу. Не имею права давать такие консультации. Это чисто фонарная рекомендация, которая помогает в основном людям, у которых побаливает сустав. Взял глюкозамин, хондроэтин, МСМ, пропил. Всё нормально, помогло. В большинстве случаев оно так. В общем, как-то так. Не жестите с рабочими весами. Тяните мышцы, где у вас есть какие-то болевые ощущения. Разбивайте триггеры. Если есть проблемы с суставами, не жестите с рабочими весами. Пейте профилактические добавки рыбий жир, коллаген, глюкозамин, хондроэтин. И в период воспаления каких-то болей можно добавлять МСМ. Либо комплексную добавку глюкозамин, хондроэтин, МСМ. Ну вот, как-то так. Если есть вопросы, задавайте их в комментариях. Постараюсь ответить. Если не отвечу, то, возможно, сниму ответ на ваш вопрос в следующем выпуске. С вами был Александр Добромиль. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok